здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня говорим о спорте потому что как известно городской округ люберцы это территория спорта и мы постоянно приглашаем нашу студию не просто спортсменов и спортсменов которые не только тренируются но и завоевывают всевозможные звания и награды сегодня нас гостях иван захаров бронзовый призер чемпионата россии по пляжному самбо здравствуйте иван раз но вы понимаете что наверняка когда просто по самбо это одна история хотя об этом мы тоже поговорим а когда по пляжному самбо наверняка все спрашивают что если такое да есть да почему именно пляж на это в песке что ли да самбо пляж на самбо это вообще молодой вид спорта который в основном практикует столько в теплых странах и в россии первый первый россии турнир проводился на мало хамском озере и где как бы уже пошло дальше дальше уже дошло до официальных стартов то есть чемпионат россии проводился первый проводился чемпионат мира 1 5 мера даже про на уже чемпионат мира а почему такая идея пришла может быть вы знаете и нужен самбо если самбо за самбо зал все должно быть красиво есть установлены правила ну вот знаете как есть футбол большой да и вдруг есть футбол на песке красиво хорошо но немножечко не то есть волейбол тоже в зале да как положено есть волейбол на песке тоже кажется какая-то малая версия вдруг самбо и самбо пляж на это тоже какая-то малая версия но самбо это вообще популярные спорта как мы все знаем во всем мире он популярный и единоборство популярные единоборство их как бы уже раз ну идут разновидности также в самбо есть боевое самбо из пляжное самбо в чем разница между залом и важнее вообще да вообще сложно и пляжное самбо более экономичный вид спорта а сейчас обещал чем до нужен зал аренда зала то есть татами ковер а здесь вышел на песок очертил до поборолся есть есть возможность искупаться пошел домой отдыхать от еще весело да скажите пожалуйста на песок ведь он же горячим бывает да вот сейчас был чемпионат россии который проходил в анапе то есть когда я на первую встречу уходил прежде всего надо адаптироваться к песку проваливаешься я когда встал то есть понимание с того что я провалился нет жесткости как бы сцепление никакого нет и здесь понимаешь что он еще горячий то есть дополнительное неудобство появляется полностью то есть и начинаешь бороться и понимаешь что если кто первый адаптировался то ты будет на пьедестале судейства какие-то особенности чем отличается от обычного самбо вообще правила полностью разные до броска идет борьба то есть любой частью тела таз спина то есть весь бок спины то есть это уже оценка ты уже проиграл идет борьба три минуты вот пока один из борцов не сделать техническое действие судейская каком судья присутствует один раз к правил один судья в поле один 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 в песке борьба идет три минуты как я уже сказал правило то есть вся борьба идет две минуты в основном две минуты идет то есть кто более активный к больше подворотов технических действий тот за две минуты успел от больше сделать подворотов как я уже сказал получать активность а последняя минута то есть я могу бегать на него я могу прыгать все что угодно делать не за это не накажет ну а следующий вопрос естественно он может быть болезненным для спортсмена но мы же знаем что любая награда она достойна кто соперниками вашими были почему бронза сколько вообще человек участвовал их было у нас 34 человека чемпионат россии он очень сильно развивается то есть был нас один заслуженный мастер спорта 4 мастера спорта международного класса мастера и кандидата мастера спорта а вы мастер спорта мастер спорта ну то есть было кому противостоять было достаточно была хорошая конкуренция боролся чемпион мира по пляжному сам и и вот что он в третьей схватке он проиграл то есть в том году была одна сборная в этом году совсем все уже поменялись то есть растет конкуренция растет борьба а вот скажите ну вам вы не с чемпионом мира не боролись это не боролся да а если например вы выходите должны бороться чемпиона мира хочешь не хочешь возникает какое-то ощущение ну не очень приятное все-таки человек уже что-то умеет что-то знает звание получил не купил его получил страшно вообще психологически да но чемпион мира это мой друг а это мой друг с другом-то вообще не знаю как можно бороться то нет если жизнь заставил спорт такая таскать профессия а то что за ковром и друзья а на ковре мы то есть спортсмены должны бороться то есть без разницы очень интересно кому вам пришлось уступить и что вы полу вот обычно спортсменов всегда спрашивают о победе да как ну когда золо золото и так далее но мне кажется что когда человек занимает второе третье место или просто участвует молодой спортсмен например какой-то там участвует да он всегда получает какой-то опыт да в том что не получилось или в том что наоборот удалось до воплотить вот какой опыт вы получили из этого чемпионата прежде всего получил опыт чемпионата россии именно статус чемпионата россии то есть приезжайте дал как участник приезжают люди которые вышли на ногу в спорте и понимаю что психологически надо строиться основу подойдет именно психологии то есть следующие если старты выходить на чемпионат россии то уже то есть по классическое самбо все же будешь более уверенным а наверно когда вы с пляжного самбо перейдете в сейчас вот например зал вам на на проще будет конечно родные места может и даже хорошо но пляж на самбо видите там то есть нагрузка на ноги идет но есть один плюс то мягче падать а мягкость мягко да ну вас уж учат специально падать вот как раз те люди которые знают как правильно нужно научимся то есть изначально в зале то есть на татаме на ковре то есть там есть жесткость есть на на песке нас еще не учили понятно хорошо такой вопрос вернемся к самбо к виду спорта мы знаем что единоборство мире существует множество и вы сами сказали что даже те известные которые существуют они получают разные направления ответвление и так далее вот как вы считаете единоборство если мы рассматриваем это как все-таки спортивную историю это же некое искусство это некий такой психологический аспект человека то есть не просто до тела работает но прежде всего наверно голова да как уже я говорю психологически то есть ты психологически морально не будешь готов то делать иностранных ничего это точно то есть технику можно выучить да правильно и но как конкретно что именно с этим партнером применить какой-то механизм этой техники это принимается вот исходя уже из психологического когда вот а бывает ощущение что вот вы говорите выше да может быть там толще хотя так понимаю спортсменов по повесу все-таки до подбирают но бывает ощущение что вы выходите и понимаете нет я не смогу или такого нет а на самом деле потом смогу я так вот нет при все как вы если мы уходим и настраиваемся как бы там чтобы там не было мы настраиваемся против кого бы мы не выходили мы все равно настраиваемся да если например я понимаю в голове да он силен он там опытный это прежде всего опыт ты вышел ты проиграл после как проиграл анализировал провел все ошибки с тренером и выходит же то есть следующий раз соревнованиях готова уже психологически знаю что он делает то есть и начинаешь уже все по-другому но знаете как в боксе особенно фильмах каких-нибудь таких мощных показывают когда там выходят показывают всем у меня но все награды свои да иконостас как у нас говорят в этом плане медальный и все зрители там сходят с ума вот он молодец вот это заслуги могут повлиять на другого противника который может которого меньше заслуг меньше опыта или все равно все решается даже если ты трижды чемпион все решается на татами то есть конкретно в бою ну видите сама психологически сломать спортсмена конечно можно можно да можно но видите сейчас проходил чемпионат россии классическому самбо проходил он в екатеринбурге верхняя пашма и там проиграл как раз четырехкратный чемпион мира никита клецков то есть понимать прогресса психологически то есть человек выше стоит и против него выходит кандидат мастера спорта и в первой встрече он уже проигрывает чемпион мира но рано или поздно это может произойти конечно мало таких людей которые наверное непобедимые мало масса выходит молодость в основном то уже сказать старость у них вот он другая история если молодой побеждает такого четырехкратного ну то есть титулованного спортсмена у него может маленькая звездная болезнь начаться может остановиться в своем развитии тоже психологическая история все возможно но ты уже опыт то есть ты уже если будешь выходить следующий раз то я напрямую то лишнего страха точно не будет да и ты знаешь что все знают вокруг что ты победил того-то конкретно у тебя как бы крылышки в раздранной круговорот видите идет то есть он его победил то есть раз против него ухожа в я что он победил там чемпион мира то есть и постоянно вот это на голове крутится и сложность в этом весь есть весь этот как раз принцип спорта то что психологически постоянно строится как говорится извините пербью как говорится силен духом а то есть силен духом то и пройдешь все а вот бывает такое что них не хочется на соревнования ехать по силу разных причин она да то есть вы немножечко что-то пересиливаете вообще ведь бывает же соревнования который но не идет как-то не складывается или как-то вы умеете я имею ввиду и вас и ваших коллег какая-то перенастройка существует конечно бывает сейчас конец сезона когда уже лето уже готовится по-другому на физическая подготовка уже должна идти то есть а здесь будет еще такое что соревнования идут самбо джидо без разницы пляж на самбо и уже понимаешь эту психологически как раз психологически ты устал от именно таких эмоций которые ты именно на стороне получаешь и есть усталость но настраиваться уже надо то есть тренер сказал надо ехать значит а есть перерыв спортсмену перерыв да вот как раз летний сезон зарядку не делаете в этот летний сезон делаем связь у нас отдых активно идет то есть если мы не отдыхаем мы активно отдыхаем активно дыхание нет просто соревнования до в этот момент а просто поддерживаете себя чтобы не прийти с отдыха так в два раза больше чем уходил да нет такой опыт тоже был а у тоже был такую такую хорошо сейчас поговорим о самбо о том как у нас развивается этот вид спорта в том числе в городском округе люберцы как проходят тренировки кто тренирует какие ребята приходят но сделаем небольшую паузу и вернемся в студию открытого диалога напомню что эта программа открытый диалог у нас в гостях иван захаров бронзовый призер чемпионата россии по пляжному самбо и чуть было не оговорился волейболу футболу самбо теперь если такой вид спорта мы в первой части обсудили особенности сложности но теперь поговорим о самом самбо самбо сейчас где стоит на каком уровне между всеми возможными единоборствами в спортивном мире самбо вообще сейчас уже в олимпийской программе есть над этим еще работают делаю все возможное что же самого это уже разновидец как пляж на самбо чтобы показать что есть такой вид спорта и чтобы уже 2028 году самбо уже было в олимпийской программе и уже участвовал то есть уже на таком этапе вы сколько самбо занимаетесь 15 лет 15 лет нас 15 лет то есть вы пришли совсем еще маленьким в этот и что вам самбо дает просто сейчас нас смотрят какой-нибудь тоже маленький может быть или родители маленького отдадим его самбо чем вам самбо дает вижу дзюдо тэквондо карате в конце концов бокс который есть и такой и сякой и даже эдакий но самбо прежде всего такой спорта также как и дзюдо здесь только по правилам они близко да они близко другу самбо прежде он дает не только вот физические там крепкость там силу нет он дает прежде всего тоже вместе по-другому уже рассуждаю что есть ты растушаешь как здравый мужчина который также как и на прессе девчонки борются совсем по-другому ты мыслишь здесь не так как например спортсмену и человек который действительно может обучаться также и высших учебных заведений также как и можете государственной думе также то есть человек который именно вышел да а вот как какая связь между казалось бы единоборством когда задача очень простая выйти на бой да на единоборство победить соперника уложить его что называется но или там уж не знаю как какими-то способами очков заработать себе и какая связь между этим этой необходимостью победить и между как вы говорите умом но пришел перед чем как перед тем как победить даже подумать хорошо это да вот а перед тем как его то есть вывести разновесие то есть есть у каждого рабочая рука правую сторону в левую стоит то есть надо ее отключать то есть бороться за нее то есть надо выводить то есть постоянно двигать ловишь момент или то есть продумываешь так то есть несколько время просчитываю идет постоянно просчитываешь то есть это все голова как говорится математика там быть им выше математику только на ковре и если проигрываю что грустно становится а если выигрываешь что как бы твоя математика сработала получается но увидите проиграют все то есть как говорится кто не палатут не вставал то есть опыт прежде всего люди же по-разному тоже реагируют кто-то выигрывает кто-то не может позволить себе проиграть и для него это может быть психологической травмы кстати как вот от этого лечиться как лечиться от этого когда вот но не идет что-то в последнее время но не складывается вроде бы все правильно все по школе они получаются как психологически себя спасти от самоедства такого ведь это вот такой вопрос даже сложная за один это очень сложный вопрос помогаешь не только ты сам себе но помогает те люди которые рядом с тобой то есть это тренер семья то есть они помогают и да ты проиграл до печали грусть то есть понимаю что блин может уйти спорт не получал а здесь как раз вот этот переломный момент который надо пережить то есть ты пережил то есть и все у тебя пойдет так как задумано вот вы сказали семья давайте мы к тренеру сейчас еще вернемся к тренерскому коллективу вообще тем всем людям которые вас готовят а вот семья они довольны что вы занимаетесь этим видом спорта все-таки ну как-никак ведь вдруг как-то неаккуратно с вами поступят на какого-нибудь соревнования не безопасно же ну мама у меня всегда понимаешь человек то есть всегда надо главное что был здоровый покушал то есть и знаете такое время которые надо тренироваться просто есть такие моменты когда я бы мог например не тренироваться а по ки и гулять с ребятами с друзьями то есть на выходные куда-нибудь отдохнуть а здесь больше найти здоровый образ жизни ты ведешь то есть ты прекрасно понимаешь что если ты остался бы без спорта не знаю чтобы дальше пошло и на друг друга было бы стиль жизни на а спорт то есть я благодарен этому виду спорту сам по все равно это тот спорт который дал мне то что у других нет ну да такой вы избранный да то поэтому может быть во всех единоборствах много таких всяких в философских высказываний всякие мантры девизы всякие скороговорки и так далее все что связано то что поддерживаю до спортсменов это как все таки к элитарность да можно так сказать тем более что это же верно если вы видите что кто-то ведет себя не очень хорошо на улице тоже самбо самооборона насколько я до без оружия до без оружия то есть вы можете до какой-то прием применить в целях защиты кого-то или этого тут сложный такой момент смотря против чего драка идет пьяный пристает к людям нормальным что вы будете делать ну ведь самбисты это те люди которые другая реакция то есть если например и подойти подойти то есть намного больше уверенностью чувствовать то есть и здесь уже будут моменты которые ты выше на голову то есть психологически точно он поймет сразу что когда подошел мужик надо ретироваться хорошо ну давайте вернемся теперь к подготовке как она проходит тренерский состав как это все взаимосвязано то что это отдельная большая часть вашей жизни как проходит этот процесс такой сложный вопрос во сколько все начинается с утра или в шесть или восемь когда как когда например мы готовимся это определенным турниром официальным турниром то есть чемпионат россии к примеру и с тому же за месяц два за три ты уже делаешь план то есть меняешь питание то есть уже полностью идет уже настрой именно даже как уже психологически морально ты настраиваешься прям как родители готовятся к рождению ребенка все правильно все нормальный образ жизни по графику еда по графику специальная пища сон салон да и начинается уже именно нагрузки и нагрузки на сердце потому что колоссальные нагрузки идут именно вот на соревнованиях то есть ты за пять минут можешь устать настолько что ты на 2 уже не сможешь выйти все это тело уже подготавливается то есть десяти ты подходишь там два часа тренировок то есть нагрузочный идет восстанавливаешься до вечерней тренировки и опять идет момент подготовки и выходить из этого режима не рекомендуется да нужно в нем находиться до до соревнований сколько тренер дал то есть по времени столько и надо это делать а уже за неделю за дней пять до старта то есть я уже идет так так сказать расслабон то есть легкие тренировки идут то есть уже уже стресс снимаешь и едешь спокойно а сколько приходится бороться вот на соревновании в соревновательный день сколько приходилось вам 12 вообще если до финала давайте возьмем чемпионат россии шесть схваток если финале и наводок пять минут в один день в один день но это же силу сил ну нужно многое к этому и подготовка идет да но там всегда можно проиграть это забыть одна схватка движение 1 или 3 опыт такой есть тоже может и готовится весь год приехать на пять минут и уехать обратно кто сегодня занимается самбо кто ваши коллеги вот вы говорите друзья одновременно вы ну вы тренируетесь наверно какие-то единоборства между вами происходит что это за человек какая какой у него такой характер склад мы уже поняли что умение просчитывать такая высшая математика который тут же происходит но по характеру по эмоциональности что когда мы смотрим кино да все люди связаны на редко когда показывают нам какого-нибудь спортсмена на но актера условно которые да там шумный какой-то они все-таки спокойно и что пока ты его не трогаешь он ничего не сделает это действительно так такой образ такого спокойного уравновешенного человека но если что то так да это на самом деле так просто но то зачем показывать себя какой-то классный крутой здесь какой момент идет то есть так как вы уже говорили что звезду словить и там выиграл там чемпионат россии там чемпионат мира и ты вот ходишь там прямо вот да 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 это прежде всего чемпион это скромный человек он умеет сдерживать мысли он хладнокровный выходит спокойно но мысли энергию не тратит потому что почему потому что надо тренироваться идти или то же самое эти энергию то есть он копит ходит спокойно также вот именно подготовка такая ждет то есть на этой два-три месяца должен спокойно ходить приходишь так ну да потому что и вам энергия нужна именно в тот в те пять минут которые могут решить всю всю борьбу всю общем-то вашу работу которую делали с тренером а тренер насколько каковы отношения спортсмена с тренером потому что ведь в жизни всяко бывает от тренера тоже наверно многое зависит он вас должен знать иногда лучше чем вы сами не тренер это как второй отец который поддерживает который говорит даже то же самое ты проиграл он понимающий к этому отнес проиграл бывает есть например даже если вы проиграли по какой-то ну скажем нелепые детские ошибки до детские ошибки но это все понимаешь то есть не надо что в угол вас он осуждать горох нет этот тренер который он осуждать не будет говорить против тебя не будет он наоборот будет все эти ошибки исправлять и идти на правильный путь тем более он видит что вы сами понимаете что эта ошибка была по спортсмену разные бывают иногда же хочется как-то да нет я там пусть против тренера может спортсмен пойти на такие случаи такие случаи это когда вот идет весосгонка это сам то что ты спорта где надо вес гонять придерживать вес а вот такое то что последний килограмм идет тебе тяжело тебе хочется покушать до нервы до нервы играют но и бывает такие моменты когда тебе говорят а ты не хочешь это делать но здесь начинается момент уже эмоции идут но это также вот скажу понимающий к этому всему относится тренер ну второй же отец мы же тоже иногда с отцами поругаться можем еще что-то а скажите сгонка веса да ты профессиональный сленг сколько приходилось вам сбрасывать сколько набирали чтобы понимали самое большое сбрасывал то 7 килограмм за сколько за полторы две недели так за полторы две недели 7 килограмм килограмм ну я так понимаю что это только с помощью спорта с помощью спорта то есть вы не или считались там калории белки и жиры вот это ну ты ведь это была юношеская еще борьба я еще выступал по юношам я сбрасывал вес на первенство россии 7 килограмм ты весил 72 это в 65 меня да нам ваши проблем тяжело что двуат сидишь вот на кухне мама моет посуды и ты в мыслях прогоняешь мало зачем столько воды тратишь я хочу попить но нельзя этого нельзя мы должны уже заканчивать иван скажите сейчас нас смотрят может быть родители прежде всего тех ребят которые ну вот они стоят перед раздумьем куда отправить но есть у нас ждал футбол полибол там игровые скажем виды спорта бокс тоже да такая популярная довольно история вот у вас есть прекрасная возможность прорекламировать свой вид спорта вот чтобы вы посоветовали что даст самбо их ребенку этим родителям пришел как я уже говорил что вид спорта самбо это развивает силу духа то есть ум развивает то есть не такого что не бы не мы нет такого даже если если ты говоришь то есть надо самого себя заставлять и спорта настолько это развивает что ты сам себя заставляешь и читать то есть и решает то есть уроки ты будешь делать то есть есть другой подход до другой подходит тоже подбираешь то есть по другому уже мыслишь а так самбо вообще в нашем городском углу люберцы то есть есть серебряный призер боевого самбо ты юрий рогачев есть илья богатин который выполнен мастера спорта и стал третьим на первенство от странных и на чемпионате федерального округа также можно и меня назвать но звали до называем вас то есть я стал третьим на передаста россии до 24 то есть победители чемпионата центрального федерального округа и третьем начать и по пляжному самбо то есть есть такие моменты где это опыт то есть мы можем поделиться какие-то мастер-классы показать так что приходите приходите в люберцах можно выбрать очень много видов спорта но видите самбо для элитных людей спасибо вам огромное иван захаров призер бронзовый призер чемпионата россии по пляжному самбо все еще впереди надо будет еще сбросит вес надо будет наберет вес причем вес во всех смыслах этого слова мы желаем вам новых побед хорошо провести лето ну отдохнуть если тренер позволит но потом вновь за медалями ждем золото ждем золото спасибо это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания